Друзья, всем здравствуйте! Это программа «Лучшее в Краснодаре» и я ее ведущий Евгений Бонде. Как говорится, что может быть лучше, чем «Лучшее в Краснодаре»? Где так говорится, а у нас так говорится. Почему? Потому что у нас есть интересные сюжеты, у нас есть интересные гости, у нас есть интересный я. И самое время посмотреть интересный сюжет. Поехали, начинаем! С каждым такое бывало. Купил себе новую вещь, надел и в первый же день испачкал. Принес домой, не смог отстирать. Сегодня я вам докажу, что отстирать можно практически все. Главное знать, чем. Вот она, кстати, моя новая белая майка. Осталось ее только убедительно испачкать. Никто не поможет вам испортить вещь так, как победители российского чемпионата по регби. И если от меня что-нибудь останется, я постираю майку и покажу вам результат. Поехали! Ну вот так вот выглядит моя новая белая футболка после игры в регби. Попробуем с ней что-то сделать. Ну что ж, все отстиралось. Майка белее белого. Просто нужно было подобрать правильный порошок. Можете попробовать сами, только когда будете вымазывать, не просите помогать вам регбистам. Стиральный порошок «Рефлект» решит любую проблему ваших вещей, даже самую сложную. А главное, при высокой эффективности он в пять раз экономичнее, чем обычный стиральный порошок. Убедитесь в этом лично. Подробности на сайте reflectbrand.ru Дорогие друзья, у меня сегодня в гостях Виктория Нагорная, старший экскурсовод Музея занимательных наук. Вика, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты стала экскурсоводом? И для чего? Знаешь, это очень была интересная для меня история. Я, наверное, в нашем музее единственный человек, который изначально пришел туда просто на экскурсию. Потому что для меня была очень интересна тема занимательной науки. Потому что я являюсь гуманитарием по своему складу ума. И мне было очень интересно узнать, как же это все выглядит, как это все происходит. Я пришла туда на экскурсию и поняла, что я не смогу из этого места уйти. И потом увидела вакансию, да, и пришла туда и сказала, что я хочу вас с тобой. А, то есть ты не осталась там до закрытия музеи? Да, и скреблась, и говорила, пожалуйста, возьмите меня. Пожалуйста, возьмите меня на работу. Нет, такого не было. И ты довольна? Да. Ты ли кому помнишь? Я очень довольна своей работой, безумно нравится. Особенно мне нравится, когда приходят мамочки со своими детьми, смотрят, как я делаю мыльные пузыри и говорят, видишь, какая у тебя хорошая работа. И я понимаю, да, какая у меня хорошая работа. И ты же понимаешь, да, что ты можешь вырастить поколение детей, которые будут мечтать делать мыльные пузыри? Да, да. У меня уже есть целая такая армия детей, которые мечтают попасть в мой музей. Я говорю, ты когда вырастешь, обязательно приходи к нам будешь экскурсоводам. Потому что есть детки, которые без ума просто от всего, что у нас происходит. И это очень здорово. Я от этого получаю большое удовольствие. Знаешь, от чего я получаю большое удовольствие? Это когда ко мне приходят в гости люди, и мы вместе смотрим сюжет. Здорово. Смотрим. О плюсах малоэтажного строительства в нашем городе знают далеко не все. А ведь их немало. Давайте прямо сейчас подробно об этом поговорим. Один из плюсов – не придется долго ждать окончания строительства. Очевидно, что чем меньше этажей, тем быстрее сдача в эксплуатацию. Например, срок строительства такого дома не более года. Дом кирпичный, надежный, а главное – построен по самым современным стандартам. К плюсам также относится индивидуальная котельная. Вы буквально сможете сами определять, когда начинать и заканчивать отопительный сезон. И это существенно сэкономит ваши средства. Конечно, стоит обратить внимание не только на дом. Наличие 240 парковочных мест гарантирует вам беспроблемную парковку. А благоустроенные детские и спортивные площадки позволят проводить время на свежем воздухе с удовольствием и пользой. Не забывайте, что приобретение квартиры – это не только необходимость, но и выгодная инвестиция. Тем более, что страховка при строительстве по 214-му федеральному закону обеспечивает ваши инвестиции надежными гарантиями. Жилой комплекс «Добрый» – это 11 трехэтажных домов, закрытая территория с собственной инфраструктурой, парковочные места, детские и спортивные площадки. Жилой комплекс «Добрый» – звоните 8 800 250 90 79. Друзья, сегодняшняя программа посвящена точным наукам, скорее, больше для детей, но все-таки для взрослых, особенно для гуманитариев. Наверняка очень интересны всякие экспонаты, связанные с физическими явлениями и прочим. Удивляет ли это взрослых? Да, конечно, но ты говоришь, что особенно для гуманитариев, не могу согласиться, вот для всех, потому что гуманитарии приходят, для них это просто интересно, они что-то понимают, что-то не понимают, и говорят, о, в школе это, по-моему, что-то вот где-то, только я не знаю. И ты им объясняешь. Те, которые занимаются точными науками, к нам очень часто учителя, физики приходят, и они наоборот, им так приятно, что они все это знают, а некоторые их все равно могут удивить, то есть есть экспонаты, которые их все равно удивляют, им это очень нравится. У меня была одна очень интересная история, ко мне пришел мой друг, товарищ, вместе со своей девушкой, это было их там какое-то свидание. В общем, после этого он сказал, что ты знаешь, я решил, что если у меня будет новая девушка, то я буду к вам приводить и смотреть, насколько она умная. А, то есть, есть вариант, да, есть вариант прийти в музей точных наук, посмотреть всякие физические, химические опыты и узнать интеллект человека, с которым ты пришел. Да, ну хотя бы заинтересованность в этом. Особенно здорово можно сначала о точных науках все узнать самому, а потом уже показать какой-то классный, умный и так далее. Друзья, смотрим следующий сюжет, потом продолжим. Допустим, вам необходимо купить бытовую или компьютерную технику, а у вас, как у человека занятого, совершенно нет времени ездить по магазинам. Эту проблему с легкостью решит электронный дискаунтер. Чтобы совершить покупку, нужно всего лишь зайти на сайт, выбрать нужную категорию товара и сам товар. Вам даже не понадобятся продавцы-консультанты, ведь здесь есть и подробный обзор товара, и отзывы покупателей. После того, как вы решили, что именно будете покупать, можно заказать доставку. Кстати, она, например, при заказе от 7,5 тысяч рублей будет бесплатной. Также вы сможете забрать покупку самостоятельно из офисов, расположенных в нескольких районах города и по краю. Когда вы придете в магазин, ваша покупка уже будет ждать вас. Просто предоставьте оплаченный чек и получите товар. Пользуясь электронным дискаунтером, вы сэкономите не только время, но и деньги. Ведь товары в таких магазинах стоят дешевле, так как нет затрат на большие торговые площади и армию продавцов. Кстати, совершая покупку в таком магазине, вы получаете дополнительные бонусы, участвуя в клубной программе. Удачных вам покупок! Так, нам еще подарок Вовке успеть купить? И желательно подешевле. Ах, ты что, в труселях по магазинам собрался? Я в труселях. Хе, уже в магазине. И уже нашел подешевле. Отдадим по-соседски. С 16 по 30 ноября. При покупке телевизора смартфон в подарок. Подробности на сайте citylink.ru Итак, Вик, мы продолжаем разговаривать о интересной, занимательной физике, да? Да. И что ты решила показать? Я привезла с собой один из любимых экспонатов. Называется он «Маятник Ньютона». Угадай, кто его придумал? Либо маятник, либо Ньютон. А вот и нет, его не придумал Ньютон. Просто этот маятник показывает один из законов Ньютона. Совершенно верно. Да. Смотри, если, например, мы отодвинем один шарик и отпустим его, сколько шариков подпрыгнет с той стороны? Один. В точку. Мне кажется, ты готовился. А если запустим два? Один. Да, только два. Что здесь происходит? А если запустим три? А вот давай, давай, запустим три. Сколько будет? Совершенно верно. Три. Три. Да. А если мы запустим четыре? То будет четыре. Будет четыре. Да, по третьему закону Ньютона действие равно противодействию. Я бы никогда в жизни не думала, что это будет так, если бы не пришла работать. А это какой класс в школе? Да, это вот самое начало физики. Видно, как-то не доходило. Господа гуманитарии, если вам все-таки хочется окунуться в мир физики, она, во-первых, может быть интересной, а во-вторых, может вас по-настоящему удивить, и вам даже может быть немного стыдно, как и мне, что я не знаю таких элементарных вещей. Да. Казалось бы, все просто. Я сейчас позгораю от стыда, а мы пока посмотрим с тобой следующий сюжет. Желание купить квартиру в самом центре города всегда обосновано. Но как не ошибиться, и какой вариант подойдет именно вам? Сейчас расскажу. Чтобы удостовериться в порядочности застройщика, иногда достаточно посмотреть на те объекты, которые он уже воплотил в жизнь. Не поленитесь, потратьте немного времени и посетите их лично. Обязательно обратите внимание и на то, сколько компания находится на рынке. Это тоже немаловажно. После того, как вы убедились в честности компании, отправляйтесь посмотреть дом, в котором собираетесь купить квартиру. Центр города, он и есть центр города. Все близко, все удобно и комфортно. Тут вам и детские сады, и школы, и транспорт, и развлекательные центры, все под рукой. А монолит-кирпич, подземные паркинги и современная планировка квартир наверняка окончательно убедят вас в целесообразности покупки. Кстати, купить квартиру в центре можно и на начальном этапе строительства. О преимуществах такого варианта мне рассказал эксперт. Все просто. Чем более ранняя стадия строительства, тем дешевле вам обойдется ваше жилье. И вы, конечно, только выиграете, если приобретете квартиру на стадии котлована. А что касается безопасности, то, конечно, надежнее иметь дело с застройщиком, репутация которого не вызывает никаких сомнений. Если стройка вашего дома только началась, вы все равно можете посмотреть на готовый вариант в офисе застройщика. Вам предоставят не только всю необходимую документацию, но и эскизы вашего нового жилья. В общем, варианты покупки квартиры в самом центре города есть, а все остальное зависит только от вас. Вика, расскажи, пожалуйста, дети в точных науках, в игровой форме. Чему больше всего удивляются? Что им больше всего нравится в физике, в химии? Ну, ты знаешь, у нас есть очень много экспонатов любимых для детей. Конечно, больше всего дети любят все, что связано с оптикой и с оптическими иллюзиями. Они это просто обожают. То есть все, что касается зеркал, различных ящиков фокусника. Допустим, есть экспонат, где можно отрубить себе голову. То есть от тебя остается одна голова, все это делается при помощи зеркал. От этого дети просто в восторге. Они очень любят разоблачать экскурсоводов. То есть они, а, мы знаем, мы знаем, как вы это сделали, у вас же зеркало. Это они просто, это вызывает бешеный восторг у них. Это так приятно вообще, это очень здорово. Очень здорово. И это, и очень здорово смотреть сюжеты в нашей программе. Смотрим? Давай. Смотрим. Покупка кухни – дело очень важное. Но не менее важно оснащение кухни бытовой техникой. Духовые шкафы и варочные поверхности можно подобрать не только по стилю – классика или хай-тек, но еще и по количеству программ, системы очистки и так далее. У вытяжек также есть свои особенности. При выборе вытяжки необходимо обратить внимание на мощность и уровень шума. Вытяжка должна не только выполнять свою работу по очистке воздуха, но и создать максимум комфорта на вашей кухне. Выбирая мойку, обратите внимание на то, из какого материала она сделана. Если это нержавеющая сталь с микроструктурой, то вы сможете избежать водяных разводов. Гранитные мойки отличаются своей красотой и практичностью, но всегда найдется то, что удивит вас по-настоящему. Сейчас все большим спросом пользуются мойки из наногранита. Эти мойки очень приятные на ощупь и одновременно особо прочные. Им не страшны никакие механические воздействия. Встраиваемая техника делает вашу жизнь комфортной, а кухонные хлопоты превращает в кухонные радости. Компания «Анкона» предлагает вам качественную, современную и стильную встраиваемую технику на любой вкус. Новейшие технологии, великолепный дизайн и доступные цены. «Анкона» – телефон 239-67-74. Друзья, продолжаем говорить о науке в интересных ее проявлениях. Что это такое? Это плазменный шар. Сейчас мы с тобой сможем потрогать молнию. Дотрагиваться на него совсем не больно? Знаешь ли ты, что стекло не проводит электричество? Конечно, да. Да, но является диэлектриком, поэтому сейчас ты ничего не чувствуешь. Но человек проводит электричество просто потрясающе. Поэтому сейчас ты его почувствуешь. Забираю все себе и отдаю тебе. У нас есть в музее большие катушки Тесла с молниями, которые просто из них выходят, уже без такой защиты в виде стекла. Их уже трогать немножко поопаснее и не так сильно приятно. Но эту катушку трогать можно. И да, этот плазменный шар, это совсем не больно. Ну, пока я буду трогать плазменный шар, ты будешь смотреть в следующий сюжет. Важность занятий спортом неоспорима, но когда на это не хватает времени, на помощь приходят современные технологии – ЕМС-тренировки. Расшифровывается эта аббревиатура как электромиостимуляция. То есть тренажер с помощью электрических импульсов более качественно прорабатывает ваши мышцы во время выполнения упражнений. Ни позвоночник, ни суставы при этом не испытывают лишней нагрузки, что делает тренировку абсолютно бедной. безопасной. К тому же вы существенно экономите свое время. Тренировки фитинго очень высокоинтенсивны и длятся от 20 до 25 минут, что равносильно трехчасовой тренировке в тренажерном зале. С помощью ЕМС-тренировок можно развить силу и выносливость, увеличить скорость и мышечную массу, корректировать фигуру, снизить вес и даже избавиться от болей в спине, шее и тяжести в ногах. Высокополифицированный тренер поможет подобрать программу тренировок именно для вас. ЕМС-тренировка мне очень понравилась. За 20 минут я почувствовала те группы мышц, которые я вообще не чувствовала, занимаясь в спортзале. После тренировки мне включили лимфодренажный массаж, то есть я устала очень сильно и расслабилась одновременно. То есть я полна бодрости, полна сил идти дальше, заниматься своими делами. Спорт, кстати, можно совмещать с заботой о своем внешнем виде. После тренировки вам предложат посетить солярий, сделать маникюр или воспользоваться услугами косметолога. Занимайтесь спортом в студии персонального фитнеса Fit&Go. ЕМС-тренировки – это ваша возможность заботиться о своем здоровье и экономить свое время. Студия персонального фитнеса Fit&Go. Телефон 8-918-982-0982. Друзья, в гостях у меня Виктория Нагорная, старший экскурсовод интерактивного музея, музея точных наук. Скажи, пожалуйста, вот поговорим о детках. О детках, если ребенок хочет начать заниматься физикой, может быть вообще такое? Вот я знаю, что ребенок может хотеть заниматься танцами, рисованием и так далее. Физикой он может хотеть заниматься? Знаешь, для меня это тоже было очень большим открытием, что есть дети, которые хотят заниматься наукой. Да? Да, потому что… То есть вот эти маленькие… Кем-то будешь на Новый год? Ученым говорят. Представляешь? Для меня это было тоже очень большим открытием. И именно здесь в музее, когда приходят родители и говорят, это будущий ученый, это будущий физик, это будущий химик. Он так любит экспериментировать. Мы ему купили уже столько наборов юного физика, столько наборов юного химика. Для меня это было немножко шоком. Сейчас я уже к этому привыкла, что действительно у детей бывают склонности изначально к точным наукам. Да, это очень интересно. Правда. Вот у меня сердце как бы открыто для всего, но как бы больше для сюжетов в нашей программе. Поэтому посмотрим. Продолжение следует... А уж если вы решили отметить по-настоящему большое событие, торопитесь сделать его незабываемым. Высококлассный сервис, восхитительные вкусные блюда и удивительный интерьер в сочетании с домашним теплом, атмосферой уюта и гостеприимностью – все это главные составляющие ресторанного комплекса, на которые вы просто обязаны обратить свое внимание. Друзья, сегодня у нас такая занимательная программа. Есть предмет, с помощью которого можно составить одно лицо из двух. Вика, как это работает? Это мой самый любимый экспонат, который я готова с собой носить просто везде. Здесь кусочки зеркала. Половина зеркала, половина пустоты. Ну вот такая вот штука получается, да? Мне кажется, мы очень интересные. Да. Как назовем этого человека? Жика. Жика? Да, Вика и Женя. Веня. Веня можно назвать, да, с ума сойти. Особенно, когда ты улыбаешься, я прям неловко себя начинаю чувствовать. Я очень люблю совмещать свое лицо с каким-нибудь бородатым мужчиной или лысым. Пожалуйста, пожалуйста, не говори. Ничего не говори и старайся не улыбаться. Я чувствую себя неловко. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть следующий сюжет. Давай попробуем. Давай. Смотрим. Смотрим. Маргарита и Алексей только что приобрели квартиру в новом микрорайоне. Они рассмотрели массу предложений, но плюсы этого были сразу очевидны. Привлекла собственная инфраструктура, созданная по всем современным стандартам. Парковочные места в избытке, детские и спортивные площадки в каждом дворе, а сам район экологичен и удобен буквально во всех отношениях. Нам очень важен свежий воздух, но в то же время это должен быть комфортный городской микрорайон. Все-таки новый район – это удобно. Нет проблем с парковкой, все продумано. Супруги обратили внимание и на качество домов. Монолит-кирпич с улучшенной звукой и теплоизоляцией – это комфортно и, конечно, экономично. Зимой в таком доме будет теплее, а летом он сохранит прохладу. Остается только выбрать саму квартиру. Маргарита и Алексей уже стали обладателями квартиры в новом микрорайоне, и совсем скоро они смогут по достоинству оценить все плюсы качественного и грамотного подхода к строительству. Уверена, что каждый покупатель сможет подобрать квартиру по своему бюджету и предпочтениям. Все квартиры уютные, с удобной современной планировкой. Вы можете выбрать квартиру от 46 до 84 квадратных метров. В микрорайоне Казанский квартиры за 7700 в месяц. Неземная выгода. Надо брать. Добро пожаловать. Подробности по телефону 243-28-28. Друзья, в гостях у меня Виктория Нагорная, старший экскурсовод интерактивного музея, музея точных наук. Скажи, пожалуйста, если родители хотят заинтересовать своих детей, что они могут показать дом из точных наук? Что это, физика или химия скорее? Ну да, скорее это химия будет. То есть это то, что обычно тоже детям очень нравится, то, что можно организовать в домашних условиях. Например, можно научить ребенка надувать воздушный шарик без помощи собственного рта и без помощи воздуха. То есть нужно просто взять бутылку, туда засыпать, туда налить уксуса, взять шарик, засыпать туда соды и получается натянуть на бутылочку шарик и вывернуть. Произведет реакция, шарик надует. Шарик надует. Да, очень это интересный опыт, очень зрелищный, показательный. Очень интересный, очень простой. Друзья, пробуйте, заинтересовывайте своих детей. Заинтересовывайте детей, они будут интересоваться химией, физикой, возможно, станут великими учеными. А вы, у вас появится очень много свободного времени, вы будете смотреть нашу программу, сюжеты в нашей программе. Например, следующий. Надоело быть пешеходом? Самое время выбрать подходящую автошколу. Но как сделать так, чтобы из нее вы вышли уверенным водителем, а не дилетантом? Обратите внимание на несколько важных моментов. Во-первых, в автошколе должны работать только аттестованные тренеры по практическому вождению и преподаватели теоретических дисциплин. Кроме того, чтобы вы не пропускали занятия, ищите автошколу, где вам смогут предложить индивидуальный график. Не стоит забывать и о том, что чем ближе к вам находится автошкола, тем удобнее будет ее посещать. Поэтому логично выбрать сеть автошкол с филиалами по всему городу. Точно найдете подходящий вариант. Не забывайте, что в достойной автошколе вам непременно предоставят возможность самому выбрать тренера по вождению и учебный автомобиль. Хотите учиться управлять автомобилем на новенькой иномарке? Без проблем. Чтобы до конца убедиться в правильности своего выбора, запишитесь на бесплатный учебный тест-драйв. Сейчас это возможно. Ведущие тренеры по вождению помогут вам преодолеть дискомфорт и обрести уверенность за рулем автомобиля. После бесплатного мастер-класса у вас больше не останется сомнений, в какую автошколу идти учиться. Друзья мои, к сожалению, программа, любая программа подходит к концу, и наша программа подчиняется этому закону. Вика, спасибо большое, что ты пришла в гости. Пожелаешь чего-нибудь напоследок краснодарцам? Я краснодарцам желаю, конечно, всегда быть оптимистичными, всегда быть удивленными и всегда хотеть узнавать для себя что-то новое. Прекрасное пожелание. Удачи всем. Пока. В музее Эйнштейниум новогодний переполох. Вас ждет увлекательный квест в компании Снегурочки и Деда Мороза. Приглашаем школьников отметить Новый год всем классом. Никто не останется без подарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»